Здарова народ! Сегодня вас ждет самый дорогой обзор кроссовок на моем канале. Я расскажу о всей линейке баскетбольных Nike GT. Run, Jump, Kаты 1 и 2. Поехали! Так как я сейчас много путешествую по стране, я создал телеграм-канал, в котором буду делиться различной закадровой информацией. Поэтому если вам интересно мое творчество, развитие прыжка, планы касательно Dream Team, куда я поеду в следующий раз, где выгодно покупать мячи и кроссовки, подписывайтесь. Ссылку найдете в описании. Обзор хочется начать с первых Nike GT Cut. Большинство из вас видит эту модель впервые. Оно и не удивительно. Они не продавались в России. При этом на зарубежных просторах эти кроссовки считают одной из лучших современных моделей для баскетбола. И не зря. Эти тапки определенно заслуживают внимания. Они сделаны в лучших традициях линейки Коби. Идеально подойдут быстрым и прыгучим игрокам с весом от 60 до 100 кг. По всей длине кроссовка используется специальный баллон Zoom Stroble, который отлично справляется с гашением ударных нагрузок, независимо от того, приземлились вы на носок или пятку. В пятке имеется баллон Zoom Air. Стелька сделана из фирменного реакта. Просто посмотрите на этот бутерброд из технологий. Чего стоит только стелька, местами толщиной в сантиметр. Заменить ее на какие-то свои однозначно не получится. В носовой части с внешней стороны имеется вставка для предотвращения схода стопы при резких боковых остановках. Если бы их можно было купить в районе 15 тысяч, то я думаю это были бы идеальные низкие кроссовки как для баскетбола, так и для волейбола. Но к сожалению их ценник почти 30 тысяч на поизон, а больше их негде взять. Поэтому я заказал GTCAD вторые. И знаете что? Это почти те же яйца, только в профиль. В них также по всей длине идет баллон Zoom Strobel, стелька из реакта. Только баллон Zoom Air из пятки, кроссовка, переместился на стельку. С внешней стороны кроссовка пропал Outtrigger, но зато пяточный сакан стал чуть выше и жестче. Вентиляция как в первых, так и во вторых на очень хорошем уровне. Если вам нравятся Asics Sky Elite или баллистики, это отличная альтернатива в той же ценовой, но с большей амортизацией. Для справки я купил GTCAD европейской версии и GTCAD версии EP. Разницы между ними нет, поэтому можете покупать любую модель. Вес первых катов в размере 8,5 US 364 грамма. Вторых катов в этом же размере 378 грамм. На ногах они не ощущаются ни тяжелыми, ни легкими. Особого привыкания не требуют, разве что к технологиям, если вы ранее не бегали в кроссовках на баллонах Zoom. Сцепление на паркете, резине отличное. На пыльных покрытиях оставляет желать лучшего. Играбельно, но тут вопросы к запыленности вашего зала. Сказал бы сцепление на 8 из 10. Скорее всего разносятся за месяц и будут цепляться еще лучше. Все кроссовки были заказаны через Poison Shop. Ссылочку найдете на них в описании под видео. Вы можете заказать через них не только кроссовки, но и очки, часы, спортивные товары и аксессуары различных брендов. Если у вас все еще есть вопросы, как искать и заказывать товары на Poison, заходите в мой телеграм. Там я сделаю подробный гайд и расскажу, что интересного можно найти на Poison. Я очень много товаров оттуда заказываю, не только для обзоров, но и для личного пользования. GT RUN'ы подойдут быстрым и прыгучим игрокам с весом от 60 до 80 кг, может 90. Само собой их можно носить и с большим весом, но тут все будет зависеть от вашей техники приземления и бега. Если каждый ваш шаг сопровождается раскатами грома по залу, посмотрите лучше другую модель. Баллоны Zoom здесь размещены только в носовой части кроссовка, и по всей длине идет пенореакт. Вентиляция на высшем уровне, они буквально прозрачные. Единственное, что мне в них не понравилось, это большая высота кроссовка и недостаточная площадь подошвы. Есть риск подвернуть голеностоп в них, в волейболе это менее заметно, у нас все-таки более прямолинейные движения совершаются во время игры. Вес Nike AirZoom GT Run в размере 8,5 ест 408 грамм. Это хорошая игровая модель. Многим волейболистам они однозначно зайдут, опять же учитывая все ранее сказанное про них. Все модели Nike GT не подходят для улицы. Вы конечно можете в них побегать на резинке, но оно того не стоит. Лучше на Poison заказать Adidas и ProBounce 2018 года для этих целей. Они и недорогие, и хорошие. У меня такие кроссовки были, если вам нужна заглушка на все случаи жизни, можете спокойно брать. Обзор на Nike GT Jump уже есть на канале, ссылочку можете найти в описании. Так какие кроссовки в итоге взять? Имея граничный бюджет, я бы взял вторые каты. Имея безграничный бюджет и имея желание понтануться на площадке, тем чего ни у кого нет, взял бы первые каты. Определенно первые технологичнее и лучше вторых в каких-то мелочах, но не стоит за это переплачивать две цены вторых катов. Я понимаю, что сейчас кто-то скажет, что видел их за 10 тысяч, но ребят, я сделал обзор и сказал, где точно вы можете купить оригинал. Сейчас море людей таскает подделки, а особенно если речь идет о ходовых моделях. Я даже знаю сообщества ВК, которые следят за моими постами и после моих анонсов публикуют у себя эти же модели, но подделки с ценой в два раза ниже. Я с удовольствием оставил бы себе эти пары, но понимаю, что они будут выходить на паркет несколько раз в год. Пусть лучше вам они принесут реальную пользу, чем будут пылиться у меня на полке. Я не люблю низкие кроссовки. Будь каты, мидкатами или высокими, однозначно это был бы мой топ. Но у меня никогда не было низких кроссовок, и тут все дело в шнуровке. Мне неудобна такая система для регулярной носки. Это уже особенности подъема моей стопы. Поэтому они уже выставлены на продажу в моей группе ВК. Чекайте раздел товары. Там бывает много всего интересного. Не забывайте, что у меня есть отдельный телеграм-канал, посвященный волейбольным мячам, кроссовкам, и в ближайшее время запущу канал о спортивной экипировке. В них вы всегда сможете найти полезную для себя информацию. Поэтому подписывайтесь на интересующие вас направления. Все ссылки найдете в описании. Как всегда по традиции, надеюсь данное видео было для вас полезным. Не забывайте поделиться им со своим другом, поставить лайк и написать в каких кроссовках играете вы. С вами был Егор Купынин. Удачи на спортивной площадке и за ее пределами.